В Польше начались крупнейшие за последние десятилетия военные учения НАТО Dragon 24. В них примут участие около 20 тысяч военнослужащих из 10 государств, в частности из Испании, Великобритании, США и Германии. От Польши на маневрах представлено 15 тысяч военных и бронетанковой кавалерийской дивизии. К ним присоединятся представители сил специального назначения, военно-воздушных сил, военно-морского флота и территориальной обороны. Будут задействованы также 3,5 тысячи единиц техники. По данным Минобороны Польши, главным элементом учений станет форсирование реки Висла польскими войсками совместно с подразделениями союзных армий. Также отработают оперативную переброску по всей территории Польши гусеничных и колесных боевых машин. Учения являются частью маневров НАТО Steadfast Defender 24, крупнейших со времен окончания Холодной войны. Учения стартовали 22 января и продлятся до 22 мая на территории Атлантики до восточного фланга НАТО. Всего в них принимают участие 90 тысяч военнослужащих из всех стран Альянса. Задействованы 50 военных кораблей, 50 самолетов и более тысячи боевых машин. Верховно-главнокомандующий НАТО в Европе Кристофер Каволи отметил, что учения Steadfast Defender 24 станут наглядной демонстрацией единства Альянса в противостоянии любой агрессии. Выяснилось, что для нас это проблема. Суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 годам лишения свободы по делу об оскорблении чувств верующих. На данный момент это самый суровый приговор в России по этой статье. Весной прошлого года молодой человек поджег священную книгу для мусульман возле соборной мечети в Волгограде. По личному распоряжению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина уголовное дело молодого человека направили на расследование в Чечню. Против Никиты Журавеля возбудили дело по статьям об оскорблении чувств верующих и о хулиганстве по мотиву религиозной ненависти. По данным силовиков, Журавель сказал, что сжег священную книгу мусульман якобы по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тысяч рублей. В конце сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Журавеля в грозненском СИЗО. В аппарате уполномоченного по правам человека заявили, что события преступления не было. После этого инцидента Кадыров-младший стал одну за другой получать награды российских регионов. Глава мемориала Олег Орлов выступил сегодня в суде с последним словом. Его судят по статье о дискредитации армии за то, что он назвал российский режим фашистским. То есть за правду. Орлов подтвердил в суде, что не изменил свою позицию о путинском режиме. Сказал слова в память об Алексея Навальном. Сейчас вы видите цитату из его выступления. А также вспомнил других политзаключенных. Алексея Горинова, Александра Скочеленко, Игоря Барышникова, Владимира Карамурзу и других. Олег Орлов заявил, что остался в России, несмотря на риски, чтобы продолжать правозащитную работу. И даже свой процесс он использовал, чтобы говорить о других политзаключенных. Давайте помнить, давайте не забывать, о всех тех политических заключенных, которые находятся в лагерях и тюрьмах, совершенно несправедливо. Это абсолютно однозначно. Совершенно противоправно находятся там. И мы должны все время помнить об этих политических заключенных. И то, что произошло с Алексеем Навальным, ну это страшная трагедия, это страшное преступление. И смерть, убийца, висит, как дамоклов меч над всеми политзаключенных. Ранее суд назначил ему штраф 150 тысяч, однако прокуратура просит заменить приговор на реальный срок – 2 года 11 месяцев. Вдобы участников войны из Рязани пожаловались на дороговизну памятников. По их словам, памятники для погибших в Украине стоят до 80 тысяч, хотя обычные чуть ли не в несколько раз дешевле. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Конечно, женщин жалко. Они потеряли самое дорогое в своей жизни – мужей и сыновей. Но бизнесменов тоже можно понять. Все эти годы путинские чиновники грабили страну. И теперь предприниматели хотят получить хотя бы небольшую долю от тех денег, которыми государство заливает военную экономику. Родные мои, понимаю, как вам нелегко. Но сейчас нужно еще потерпеть. В Аргентине, Мексике, Германии, Польше и Грузии сегодня пройдут акции протеста у посольств Российской Федерации. Их участники потребуют от российских властей обратить внимание на дело пропавшей уроженки Чечни Седы Сулеймановой. В России выходить на акции небезопасно, поэтому организаторы предлагают более безопасный способ – написать обращение в Следственный комитет, прокуратуру и Уполномоченному по правам человека с требованием проверить факт возможного убийства Седы Сулеймановой. В августе 2023 года силовики похитили девушку из квартиры в Санкт-Петербурге. Ее якобы подозревали в краже и передали чеченским силовикам. При этом никаких документов полиция не предъявила. В Чечне Сулейманову опросили как свидетельницу, а затем передали родственникам. С тех пор Седа не выходила на связь с друзьями и женихом. В начале февраля стало известно, что Сулейманову, возможно, убили ее же родственники. Речь, вероятно, идет о так называемом убийстве чести. Родные хотели насильно выдать девушку замуж, но та сбежала из Чечни в Санкт-Петербург. Да, было бы смешно, если бы не было так грустно. Отправленная в отпуск спикером Джонсоном Палата представителей должна вернуться к работе в среду, 28 февраля. И у нее будет всего два дня, чтобы принять бюджет. Хотя бы очередной временный бюджет, чтобы избежать шатдауна, частичной остановки работы федерального правительства. Действие части статей нынешнего временного бюджета истекает 1 марта, а другой части – 8 марта. Заявление президента в связи со второй годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину. Началось жестокое вторжение Владимира Путина в Украину. Он верил, что сможет легко сломить волю и решимость свободного народа, что он может обрушиться на суверенную страну и мир перевернется, что он может поколебать основой безопасности в Европе и за ее пределами. Два года спустя мы еще ярче видим то, что знали с самого первого дня. Путин сильно просчитался. Храбрый народ Украины продолжает сражаться, непоколебимый в своей решимости защитить свою свободу и будущее. НАТО стало сильнее, больше и сплоченнее, чем когда-либо. А беспрецедентная глобальная коалиция в поддержку Украины, состоящая из 50 стран и возглавляемая Соединенными Штатами, по-прежнему привержена оказанию критически важной помощи Украине и привлечению России к ответственности за ее агрессию. Народ Украины продолжает сражаться с огромным мужеством, но у них заканчиваются боеприпасы. Украина нуждается в дополнительных поставках из Соединенных Штатов, чтобы удержать линию фронта против неустанных атак России, которые поддерживаются оружием и боеприпасами из Ирана и Северной Кореи. Именно поэтому паллада представителей должна принять двухпартийный законопроект о дополнительных мерах по обеспечению национальной безопасности, пока не стало слишком поздно. Этот законопроект обеспечивает срочное финансирование Украины. Он также инвестирует в собственную оборонную промышленную базу Америки. Он был принят подавляющим большинством голосов в Сенате, и нет никаких сомнений в том, что если спикер поставит его на голосование, он быстро пройдет в палате представителей. Конгресс знает, что поддержав этот законопроект, мы сможем укрепить безопасность в Европе, укрепить нашу безопасность дома и противостоять Путину. Противники этого законопроекта только играют ему на руку. История смотрит на это. Неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта. Настало время, когда мы должны твердо стоять на стороне Украины и объединиться с нашими союзниками и партнерами. Настало время доказать, что Соединенные Штаты отстаивают свободу и ни перед кем не преклоняются. Именно так. Именно так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова